приветствую вас друзья меня зовут Денис Борисов вы находитесь на канале fit4life.ru и сейчас мы рассмотрим такое важное упражнение как тяга гантелей одной рукой для развития мышц спины упражнение относится к базовым потому что в нем работает несколько суставов работает плечевой сустав работать локтевой сустав ну то есть вот в общем то наше движение на выполнить вы видите что у нас происходит сгибание как локти так и в плечевом суставе это говорит о том что упражнение базовое все это были бы просто красивые слова а если бы это не несло какую-то пользу мы знаем однозначно что чем больше мышц вовлекается в работу во время выполнения упражнения тем больше прирост мышечной массы поэтому есть такое понятие в бодибилдингах базовые упражнения как изолирующие изолирующие несмотря на то что они более фокусированно дают нагрузку на нужную мышечную группу тем не менее они хуже способствуют росту мышечной массы чем базовые упражнения вот тяга гантелей одной рукой и то есть классический пример базовое упражнение на мышцы спины это упражнение достаточно эффективно в чем-то это упражнение проще чем тяга штанги в наклоне в чем-то сложнее также у него есть свои преимущества и свои недостатки к преимуществам я отношу такой фактор как легкость то есть это упражнение выполнять проще чем тягу штанги в наклоне проще потому что на противоположную сторону сторону нас происходит опора опора ногой опора рукой соответственно вам не нужно весь вес вашего тела и снаряда держать на своих ногах вы можете упереться одной стороной и вам будет делать упражнение легче проще фокусироваться на нужной работе нужной мышечной группы это первое преимущество второе важнейшее преимущество этого упражнения то что амплитуда движения снаряда существенно выше чем при тяге штанги в наклоне тоже по понятным причинам так как у нас гантели не соединяются между собой грифом соответственно больше амплитуда движения так бы если бы это было штанга я был вынужден бы остановиться на этом уровне так как у меня штанги нет я могу поднять гантелю выше соответственно у меня увеличивается амплитуда движения соответственно амплитуда сокращения мышцы то есть мышца работает более качественно недостатков существенных пожалуй тоже можно выделить 2 во первых вам придется потратить два раза больше времени на проработку в таком же объеме нагрузки так как работает сначала одна рука потом другая рука и второй недостаток вам естественно придется работать с гораздо меньшим весом по понятным причинам потому что одна сторона никогда не будет такой же сильной как две стороны сразу вот но упражнение очень хорошая есть масса модификации выполнения этого упражнения можно его выполнять с опорой на ногу можно выполнять с опорой на руку можно выполнять с одновременной опорой можно использовать различные скамейки можно использовать горизонтальную скамейку можно использовать скамейку с небольшим наклоном вверх для того чтобы был более удобный упор рукой и вам было проще концентрироваться на нужной работе что касается всех основных правил то не в общем-то такие же обязательно должна быть должен быть прогиб поясницы то есть спина не должна округлиться спина должна быть прямой задницу мы оставляем назад грудь выгибаем колесом вперед соответственно спина у нас выгибается и от этого лучше происходит сокращение второй важный момент мы тянем не груди мы тянем ягодицам за счет этого у нас происходит фокусировка на работе мышц спины они задних дельт если мы тянем гантель груди вот таким образом то у нас происходит сокращение дельт если мы тянем назад вот таким образом то у нас происходит сокращение того что нужно то есть у нас работают мышцы спины что касается крайних точек амплитуды в нижней точке мы не бросаем гантель вниз мы сохраняем напряжение в мышцах спины верхние точки мы делаем паузу на пару секунд для пикового сокращения мышц спины выглядит это всем примерно так вот мы опустили гантель в нижнюю точку вот подняли верхнюю вот напрягли в нижней верхней нижней верхней верхней очень важно не торопиться с освоением техники возможно вам стоит попробовать различные модификации различные скорости обязательно попробуйте с очень легкими гантелями до того как начнете ну тяжело работать чтобы правильно изучить технику я часто выполняю это упражнение вообще без опора ногой без опоры ногой я просто ставлю ноги достаточно параллельно одной рукой упираюсь какой-нибудь предмет тренажер опору своеобразным после этого в общем то я начинаю выполнять движение также можно немножко поворачивать гантель для того чтобы увеличить амплитуду движения заметьте в нижней точке у меня рука свободно болтается абсолютно перпендикулярно полу я не держу поближе к ногам она у меня чуть-чуть не разогнута до конца в локте чтобы нагрузка спине сохранялась но при этом она у меня перпендикулярно полу а вот верхние точки у меня происходит приближение руки ягодица это делается для того чтобы больше вовлечь работу мышцы спины потому что мышцы спины включаются в работу именно тогда когда вы выводите локоть назад не в бок не вперед а именно назад то есть мы так же как во всех тягах представляем что наши руки заканчиваются локтями наша задача не гантелью туда притянуть наша задача вывести локоть как можно дальше назад вот если мы это сделаем именно тогда у нас будет происходить самое классное сокращение мышц спины в общем я рекомендую вам попробовать все это тяга гантели в наклоне детка а Продолжение следует... Продолжение следует...